Почему вот он полюбил? Потому что не хватает такого человека, сильного человека, не хватает. Нужно стать сильными. Женщины могут быть сильными, могут быть по-женски, можно сильными быть в любви. Мужчины могут быть сильными, могут быть по-мужски. И мужская сила означает твердость, спокойствие, принятие, терпение, храбрость в отношениях с судьбой, не бояться терпеть судьбу. Сила женская, сила это верность. Верность. Она лично может не терпеть, она может капризничать, но она верная, она не бросает. Она может ломаться, женщина. Она слабая, но она верная при этом все равно. В чем сила женщины? В том, в ласковости, в заботливости сила женщины. Она всегда заботится, что бы ни происходило. В верности любви. Она не отступает от любви, идет этим путем, остается в отношении. Откуда сила берется от Бога? Человек не может быть просто так сильным. Скажет, что вам повезло, вот вы сильный, Олег Иванович, вы можете 16 километров бить. Да? Вы уверены? Пять лет назад я пробежал первый раз 500 метров и задохнулся. Я бежал с женой медленнее, чем она. Я не бегал просто. Не знал, что надо так делать. Я йогой занимался, закаливался. Потом начал бегать, и у меня была очень маленькая возможность. Я думал, если я пять километров научусь бегать, это будет круто для меня вообще. Через год я бегал уже шесть километров. Это год мне надо было до шести километров дойти. А потом еще через год уже десять. А еще через полгода шестнадцать. Видите, последние полгода очень быстро увеличение пошло, потому что организм окреп, стал сильным. Это было двадцать с половиной года назад, когда я первый раз пробежал шестнадцать километров. А недавно, двадцать дней назад примерно, я вокруг, ну, двадцать пять, вокруг святого места пробежал двадцать один с половиной километров. Это не принцип был. Просто я как бы решил шестнадцать пробежать, а потом думаю, ну, что я буду идти пешком, побегу дальше. И пробежал еще, потом еще немного, и потом раз оказался, все, пробежал полностью. По всей окружности. Я и мечтать об этом не мог вообще, что я такую вещь не смогу сделать. Понимаете? Ну, то есть, все постепенно достигается, было бы желание. Красота, сила у женщины, то есть, у меня некрасивая. Кто тебе сказал? У женщины красота, она, как бы, не зависит от того, как нос там, как губы, как бы, нарисованы у нее. Это, ну, как бы, к любым женскому носу, к любым губам прикладывается красота, если у нее есть сила внутри. Вот эта сила делает девушку красивой, сила изнутри идет. Любая девушка может быть красивой, если она достигла вот этой силы изнутри. Бывает, внешность вообще, как бы, не такая красивая, но ее все обожают просто, потому что она сильная, как женщина. Она обрела эту силу, и все счастливые с ней, все просто обожают ее. Поэтому, как бы, не надо из себя ничего там, ой, вот эти красивые, как бы, везет, а мне не везет, я некрасивая. Бред полный вообще. Надо просто жить правильно, и все. И мужчина может быть сильным, женщина может быть сильным. Просто сила разная. Есть женская сила, это сила любви, а есть мужская, это сила победы, способность побеждать, это мужская сила. Цель человеческой жизни – это научиться видеть главное в человеке. Главное в человеке – это душа. Возможность видеть главное – это максимальный оптимизм, максимальная заточенность на победу, максимальная заточенность на любовь, если говорить о женщине. Максимальная способность не унывать, максимальная способность преодолевать трудности через память о Боге, максимальная способность не зацикливаться над тем, что тебе судьба бьет по башке и заставляет тебя думать о плохом в людях, думать о тяжелых вещах каких-то. Вот это кульминация человеческой жизни, когда он настолько знанием обладает, и силой внутренней, что он все равно нацеливается на самое главное в человеке. И тогда он становится святым уже, мудрецом. Если вы думаете, что это невозможно, почему невозможно? Это просто путь. Каждый человек должен прийти к этому. Каждый человек должен идти именно этим путем, прийти к этому. И тогда он становится полностью счастливым. Это все зависит от восприятия. Понимаете? Если ты способен правильно настроиться на этот мир, на эту жизнь, то тогда ты будешь счастливым. Самый главный принцип – чувство собственного достоинства. Поймите, нельзя позволять себе унывать, думать, что у тебя ничего не получится. Входить в состояние агонии, депрессии, отчаяния. Вы скажете, если близкий человек уходит из жизни, и я не плачу, по нему это хорошо или плохо. Закон всегда работает одинаково, во всех случаях. Если, допустим, близкий человек уходит из жизни, и вы не плачете, а молитесь, то вы побеждаете свою судьбу, и его еще награды от Бога получите. А если вы просто боите на Луну и думаете, что это и есть проявление вашей любви, то вы за это будете наказаны. Когда вы уйдете из жизни, ваше сердце точно так же будут разрывать близкие. Они будут быть и не давать вам в это время сдавать свой экзамен. Надо понять, как бы, принципы, правила. Два, плюс, дважды два, четыре. Это всем известно в целом мире. Вот эти правила должны быть тоже известны. Надо всегда настраиваться, если ты, допустим, я ничего не вижу хорошего в этом мире. Все, значит, твоя жизнь у себя будет буква Г. Вся твоя жизнь. Почему? Потому что ты не понимаешь правила, принцип. Если тебя сломали, и ты, как бы, теперь вот так, хорошо, твой принцип неправильный. Ты будешь, значит, страдать в этом мире. Пока не поймешь правильный принцип. Надо встать, воспрять духом и идти дальше. Вот это правильный принцип. Что бы с тобой ни произошло, как бы тяжело тебе не было, как же бы ты сильно не чувствовал несправедливость. Несправедливость означает всего лишь экзамен, который ты не можешь сдать, и все. Как бы тяжело тебе не было, вставай, иди вперед. Потому что несправедливость означает, что ты чего-то в этом мире недопонимаешь. Ты просто ограничен в своем восприятии, как устроен этот мир. Есть ли верность между мужчиной и женщиной в этом мире? Мой хороший ответ очень простой. Есть, но не про нашу честь. Понимаете, нужно сначала дорасти до этого, потому что для слабых людей нет верности. И опять же, что воспринимать под предательством измены? Надо разобраться в этом вопросе. Это осознанно, если произошло, тогда это так. А если неосознанно, это так или не так? Конечно, нет. Но это ведь надо понять. Это надо в душу человеку зайти, разобраться с его сердцем. Не просто все. Поэтому, если мы слабы, у нас нет возможности внутренней, тогда надо идти вперед, становиться сильнее, и потом уже делать выводы. Выводы раньше времени разрушают жизнь. Если ты решил, что все как бы плохо, значит, тогда будет все плохо. Ты сделал себе приговор. А если ты не делаешь выводов, идешь вперед, развиваешься, и потом узнаешь другую информацию, ты тогда спасен. Мягкие, нежные, шутливые, ненавязчивые отношения в семье на фоне тяжелых страданий и на фоне проблем это и есть доброта. Но она возникает в результате очень серьезного труда сердца. Она не возникает от того, что ты стал такой поверхностный. Поверхностные не любят так, люди не смогут так общаться. Это они врут. А если ты любишь, ты не врешь. Ты правду говоришь, ты говоришь, да, я виноват, хоть ты не виноват. Почему ты это сказал? Потому что твоя правда означает любовь. Если мой близкий человек хочет, чтобы я был виноват, ну, хорошо, нет проблем. Пускай хоть кто-то из нас будет счастлив, хотя бы один вот в этой жизни. Если ты так настроен, то тогда сразу вся вина отпадает. Понимаете? Но если ты будешь права качать, то есть, кто прав, кто не прав, разбираться, то это не любовь. Потому что твой близкий человек всегда перед тобой будет неправ. Потому что он неосознанно является орудием в руках твоей злой судьбы. И уже это само по себе является предательством. То есть вы-то хотели, чтобы он счастье вам приносил, а не тут-то было. Он сам не знает, что ведает. Понимаете? Он неосознанно все это делает. Чаще всего. Поэтому изучайте. Надо изучать все это. как устроен этот мир. Если вы в суету вошли, как бы бегаете, друг друга не видите, то семья точно будет разрушена. Сто процентов. Вам надо менять аппаратуру. Благословляем. Ну, со временем, как бы. Со временем надо менять, потому что она уже не удовлетворяет современным требованиям, ведением материала. Видите, уже не первый год повторяется. Ну, ваш вопрос, да? Сейчас у нас ответ на вопросы будет. А мы начнем. Добрый вечер. Благодаря вашим лекциям знания победил судьбу. Круто. Счастье. Спасибо вам огромное. Вопрос расскажите, пожалуйста, видеть ход времени. Чуть-то не поможет. Как видеть ход времени? Для этого надо сначала принимать судьбу. То есть, видеть ход времени означает, самая первая стадия, это не испугаться, когда стало тяжело. Это возможно, если ты совершаешь аскезы. Вот надо делать длительное движение, непрерывное. Тогда ты увидишь ход времени в тот момент, когда твою волю ломают. Если ты научился бегать подолгу, то тогда, в тот момент, когда судьба ломает твою волю, ты увидишь, что это происходит, а не сломаешься. Ты увидишь, что ты сможешь зафиксировать момент, что судьба ломает твою волю в этот момент. Потому что ты накопил волевой фактор очень сильно в аскезе. И ты будешь видеть, что судьба ломает твою волю, и ты примешь правильное решение. Ты не паниковать начнешь, а опять побежишь. Ну, чтобы накопить эту силу. Если ты неподвижное положение тела культивируешь, ты увидишь, как судьба раздербанивает твое терпение. И ты будешь аскезу в это время совершать, а не начнешь психовать и нервничать. Ну, чтобы нейтрализовать ее. То есть, эта первая стадия видения хода времени означает, если ты аскетируешь, то ты можешь в какой-то момент противостоять судьбе. То есть, видеть ход времени это не просто ей противостоять, а это немножко другое. Я сейчас объясню. Вот в тот момент, когда судьба на тебя не наваливается, она еще не навалилась, а ты уже аскезами способен чувствовать вот эту опасность, то ты можешь постепенно научиться понимать, когда она придет. Потому что видеть будущее тоже возможно. Но вопрос в чем? То есть, есть видение более глубокое, есть более обширное. Вот допустим, видеть будущее страны это очень обширное и сильное видение. Это доступно только немногим. А видеть будущее человека легче уже. Понимаете, видеть будущее целой семьи тяжелее, чем человека. Вы понимаете, но если говорить о будущем, то очень легко понять, человек видит будущее или нет. Видение будущего всегда означает, что сначала ты его должен победить. Но чтобы увидеть будущее, ты должен быть как личность его сильнее. Поэтому, если вам кто-то предсказывает будущее, допустим, он говорит конец света в 12-м году, можете быть уверены, что это лажа. Почему? Потому что человек, который так говорит, никогда не может увидеть. Видение означает свобода. Если ты победил ход времени, то тогда ты не боишься того, что происходит. Не боишься и говоришь людям то, что им поможет, а не то, что помешает. Ты говоришь о том, что надо делать, а не то. Если, смотрите, если событие грандиозно тяжелое для человечества, скорее всего, люди не выдержат знания об этом событии. Поэтому, что тебе надо говорить? Человек, который по-настоящему видит будущее, что скажет? Он скажет, что сейчас людям надо делать, чтобы этого избежать. А избежать можно? Конечно. Это просто объем работы. Есть объем работы всего человечества. А если объем работы семьи, а если объем работы города или страны. Понимаете? То есть, другими словами, все возможно. Вот, допустим, взять, допустим, вот эту войну, которую пережили наши деды. Это была жесть. Просто жесть. Понимаете? И как бы... А они почему победили? Потому что они были правильно настроены. Хоть это были люди, в общем-то, не сильно верующие в Бога, мягко сказано. Но у них была вера в светлое будущее. То есть, они... Это правильная вера, в принципе, она такая, не совсем на основе знания. Потому что светлое будущее есть у человека. Вопрос, где? То есть, многие люди думают, что они здесь навсегда на этой земле останутся. Это глупость. Мы живем в творении Бога. То есть, сегодня здесь, завтра там, в зависимости от судьбы. Поэтому верить в свое светлое будущее именно здесь, на земле, это глупо. У каждого человека индивидуальное светлое будущее. Где оно будет, никто не знает. Как Бог решит. Мы сдаем экзамен. Вот. Но люди были настроены правильно. И поэтому они легко отдавали свою жизнь ради страны. Сразу возникает вопрос, ну ты же отдал свою жизнь, у тебя ничего не осталось? В чем существует правильность? Правильность заключается в том, что, если говорить согласно Священному Писанию, человек храбро защищает Родину, сразу он сжигает все свои грехи, за секунду и отправляется на высшие планеты сразу. Правильно. Все, страданий там нет. Тут же прямо. Просто храбро побеждает, ну то есть защищает Родину от агрессора. Все этого достаточно. Богу это нравится, когда человек так себя ведет. Он сразу его освобождает от всех проблем этого человека. Классно? Делать человек настроен, это очень мощно. И люди верили, что они делают хорошее дело. И они победили судьбу таким образом. Они сокрушили вот этот натиск, этот и все, и смогли справиться. Хотя реально это было практически невозможно. С точки зрения технического, это было несравнимое, как бы превосходство техническое было ощутимо. А навыки армии германской были колоссальны в то время. Они очень хорошо понимали, как вести сражения, как дисциплина солдат. Очень много преимуществ. Мы как бы победили только верой. Понимаете? Люди гибли, как мухи там. Очень много полегло солдат русских. Я вам говорю о глобальных каких-то вещах. Но если взять просто ход времени видения, то можно обратиться к Серафиму Саровскому, который это все рассказал. Понимаете? Вот это и есть видение ход времени означает аскетизм. То есть он стоял на камне три года, не ел, одной снытью писал, питался три года. Аскетичный очень человек. и это дает возможность видеть ход времени. Он предсказал смерть Царя насильственную. Потом революцию и так далее. Зачем вам это теперь? Вы мне скажите. Чтобы стать крутым? Бог значит с вами разберется тогда. Я вам одну вещь хочу сказать очень точно всем. Запомните в этом мире есть два способа относиться к способностям. Один способ желания их иметь получите фиг вам китайскую избу. Или второй вариант получите их от злых духов эти способности и станете экстрасенсами. Это первый вариант. Второй вариант если ты просто хочешь служить людям и добрые дела делать и тебе для этого надо больше способности Бог их сразу даст но только столько сколько нужно тебе для служения людям. Вот ты хочешь служить людям вот сколько ты хочешь столько тебе дадут способности. Все это закон. Но если ты хочешь просто способности это опасное желание оно разрушит твою жизнь. Не дай Бог тебе получить эти способности без желания служить людям. Это означает сразу демоническое настроение тут же. господство над другими людьми власть и ты ничего с этим не сможешь сделать потому что эти вещи сильнее человека деньги сильнее человека вот если бы у меня было столько денег я бы там у меня было бы столько власти я бы сейчас власть сильнее человека деньги сильнее человека человек получает лишнюю власть его косит сразу все потому что Господь может нас наказывать Господь наказывает хитро Не думайте, что наказание означает, что он тебе всего лишит. Самое сильное наказание Бога — это Бог даёт то, что человек не заслуживает. Вот это сильное наказание. И человек тогда делает много глупостей в жизни, а потом получает своё. Поэтому никогда не надо желать лишнего. Живи правильно, получишь всё, что нужно для правильной жизни. Да? По лекции у нас вопрос теперь. Олег Иванович, я не совсем поняла Ваше высказывание. Вы не раз говорили о том, что наши родители показывают нашу судьбу. Я это рассматриваю на своём примере, на примере своих родителей. И какие у Вас родители? У меня родители живут много лет вместе. Я так и вижу. С разными характерами, но душа в душу. Вот очень уникальные люди. Вот. Вы такой вот уникальный человек. Верный, уникальный человек. И если рассмотреть судьбу меня и моей сестры, родной, старшей, у нас личная жизнь, ну скажем так, тяжёлая. То есть не знаю, как сформулировать. Это не значит, что Вы не уникальный человек, правильно? Нет, не значит. Я именно... А у них получилось, а у Вас нет? Да, Вы в это спрашиваете об этом. Да, то есть я всё время задавала себе такой вопрос, даже не осознанно. А Вы знаете, почему у них получилось? Вы этот опыт переняли? Я задавала это. Вы знаете, почему у них получилось? Да. Ведь Бог Вам столько ждал, сколько им. С самого начала. У Вас-то не получилось. Почему? Потому что Вы не велись так, как они велись. Вот и всё. И это Вам пример в жизни, как благословение. Спасибо. Бог Вам всё дал с самого начала. У Вас был хороший человек. Вы не смогли справиться. Да. Что тогда, в чём вопрос? То есть получается, что... Получается, что... Они хорошие, и Вы хорошие. Просто одни справляются, другие нет. Вот об этом я и говорю. Глядя на своих родителей, я должна обращать... Глядя правильно на своих родителей, Ваша ошибка заключается в том, что Вы с детства смотрите на них неправильно. И поэтому и Вы не взяли у них их силу. Спасибо. Поэтому родители могут дать благословение, могут не дать. Это всё зависит от нас. Если нам не нужно их благословение, то тогда не получишь. Можно поверхностно на всё смотреть, что у них такая тяжёлая жизнь. Мы говорим, жизнь тяжёлая, поэтому тяжёлая. Допустим, два человека бегут, да? Один несёт плиту на себе, а другой, как бы, судьбы, её же не видно. А другой бежит без плиты. И он другому советует, ну, говорит, ну, ножки выше поднимай, как бы, ну, чё ты? Как бы, а тот такой, я буду стараться такой, еле-еле бежит такой. А тот, ну, давай-давай, ножки выше, ну, давай. Вот. И потом плита переходит к тому, который весело бежал. И он вообще... Асфальт встал, да? И, как бы, поздоровался. Вот. Всё. Он даже, как бы, он даже встать не смог. Поэтому, когда мы видим, что кому-то тяжело, надо понять, что на него действует, какая сила. Понимаете? Если кто-то ломается, это не значит, что он плохой. Надо разобраться, какая сила на него нажала. А потом делать выводы. Может быть, тебе вообще не справиться. Потому что, запомните, если человек сделал неправильные выводы по поводу того, кто сломался, это значит, что ему придётся испытать то же самое и посмотреть, я-то справлюсь или не справлюсь. Вот в чём фишка, понимаете? Поэтому никогда не суди никого. Это очень опасно. Но правду говорить надо. Вот, допустим, я лектор. Я должен говорить правду. Судить не надо. Не надо на личности переходить, но говорить, как нельзя, надо обязательно. Ну, спросите. А лекции на вопрос у вас? А надо по лекции. После лекции спросите меня. Первой будете после лекции. Сейчас по лекции вопрос. Ваш вопрос, мужчина? Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, вот если есть страх с детства очень сильный, какие эскизы надо совершать, чтобы его преодолеть? Надо понять просто кое-что. Вы перед тем, как уйти из жизни в прошлой жизни, вы ушли из жизни не совсем в старости, понимаете? И этот уход из жизни ваш был связан с насилием. Скорее всего, это была война. Я так подозреваю. Я не вижу конкретики, но я вижу ваши эмоции и ситуацию, чувствую более-менее. Вы ушли из жизни, потому что вас сломали, понимаете? Время сломало вас. То есть было насилие, которое разрушило вашу жизнь. И вы с этим родились. Вот вы родились с этим, и как бы у вас, вы родились в мужском теле для того, чтобы побеждать судьбу. Всегда, когда мужчина рождается, он рождается для чего? Для того, чтобы побеждать. Обычно прошлая жизнь означает какой-то беспредел. И человек хочет мужское тело, чтобы разобраться с этим беспределом. Он не хочет с этим как бы мириться. И вот в этом состоянии вы родились. Страх — это ваш непройденный путь. То есть это насилие над вами. Ясно, что если смотреть дальше туда, то это то, что вы сами сделали до этого. Ну то есть такой как бы ваш путь. Осознайте, что происходит. Все, что вы чувствуете, это не будущее, это прошлое. Как различить прошлое и будущее? Если ты чувствуешь что-то очень в эмоциях, тебе жутко как бы это чувствуется сильно очень. И ты думаешь, что это будет в будущем, ты ошибаешься. Сильное эмоциональное восприятие чего-то указывает на то, что это уже было. Если человек чувствует будущее, он чувствует без эмоций, торжественно, величественно, сильно, непреклонно. Глубоко. Глубоко. Вы можете воспринимать будущее, свое прошлое. Уже проехали, все. Но это является импульсом для вашей жизни. Это хоть вам эта сила не нравится, но является стимулом для вашего развития. Если бы вы это чувство не ощутили, вы бы здесь сейчас на лекции не сидели. Понимаете? Ладно, мои хорошие, будем тренироваться. Желать всем счастья. Мы же еще не расстались с вами. Завтра есть. После лекции можно пообщаться. Если вы так сильно хотите спросить, то вас спрашивать неблагоприятно. Вам надо успокоиться. Принять судьбу сейчас. Дышать глубже. Потом поговорим. Иначе вы меня не услышите. И будете думать, говорит, говорит. Ответ не услышите. Конечно, вы на благо всей страны. Я понимаю. Все равно успокойтесь. Хорошо? Так, все сели прямо. Поняли, да, что такое голос памяти? Очень глубокий голос. Иногда это голос силы, иногда любви. Но очень глубокий. Надо сливаться с теми, кто молится. Вы всегда возникает вопрос. А вдруг они такие святые, чтобы с ними сливаться? Для того, чтобы с кем-то сливаться, не надо, чтобы он был святой. Запомните, главное, что человек думал о Боге. Если люди очень сильно сердцем думают о Боге, в это время в их звуке живет Господь. Это 100% так. И поэтому надо настроиться именно на голос Бога. То есть, голос тех, кто молится, это голос Бога. Господь входит в этот звук. Если вы именно так настроитесь, то вы начнете побеждать судьбу. Нужно слушать тех, кто молится, и как они повторять в их настроении, чтобы Бога почувствовать. В их настроении. Называется совместная молитва. Она сильнее индивидуальной в наше время. Потому что у нас память о Боге ослабла из-за грехов. Но люди, которые молятся, возбуждают эту память о Боге. И через это мы можем победить судьбу в наше время уже.